Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы начинаем новую карьеру на нашем канале и опять у нас карта свопа агро. Нравится она мне в общем-то, но на этот раз мы переходим в 19 ферму и по сути дела будем играть уже в нее. Поэтому, друзья, для начала я предлагаю вам пробежаться по настройкам, по тем вещам, что мы имеем на данный момент и некоторые планы что ли на наше развитие. Карта в общем-то выглядит точно так же, как и в 19 ферме. Здесь уже появилось некоторое производство, далеко не все, то есть вот сахарный завод здесь вот есть отмеченный, его пока нету, он пока недоступен, но будет. Из того, что на данный момент есть, у нас есть биогаз, у нас есть цементный завод, у нас есть сельхозхимия, которую надо будет строить, у нас есть пилорама, столярка, вторая столярка, вторая пилорама, столярка у нас соответственно поддоны делает, а пилорама брус. Есть у нас карьер, который добывает гравий песок, цементный завод кстати делает еще известь, которая нужна для посыпки полей, есть нефтяные скважины, которые соответственно добывают нам нефть, есть НПЗ, который эту нефть перерабатывает, завод ЖБИ, его кстати немножко переделали, объединили в общем-то в один, потому что есть выгрузка бетона отдельно и есть выгрузка бетонных блоков отдельно, в общем-то одни ресурсы сейчас нужны будут, а там уже выгружай в чем ходишь, ходишь на поддонах, хочешь просто бетон. Есть агрокорм, есть сепаратор, есть компост мастер. Я в общем-то долго думал, как у нас что начинать, с чего именно, на каком уровне сложности и так далее, и в общем-то пришел я к выводу, что средняя сложность для нас будет сама то. Соответственно экономическая сложность у нас тоже средняя, но остальные настройки вы видите, у нас все по стандарту, единственная скорость роста растений, увядание выключено, скорость роста растений у меня всегда выключена, я засеиваю все поля, потом включаю, жду пока они все созреют и потом продолжаем игру. Я в общем-то предпочитаю играть так. Здесь у нас пустая статистика, ничего пока не сделано, вот кстати на ваших экранах сейчас статистика по 17 ферме, я забыл ее показать, именно по этой карте, посмотрите сколько часов просто на ней было наиграно. Также на карте у нас есть миссии, потом их станет больше, когда все прогрузится нормально, пройдет время, мы миссиями скорее всего будем заниматься, потому что это весело и здесь в 19 ферме мне нравится, как сделана система контрактов, поэтому почему бы и нет. Животных у нас пока что никаких нету и это логично, потом появятся. На балансе у нас есть 1 250 000 и 250 000 кредита, кредит мы сейчас уплатим весь, если надо будет потом возьмем. Плюс есть у нас некоторая техника, которую мы стартоваем, мы ее в общем-то продадим сейчас нахрен все и в общем-то все. Давайте наверное начнем с продажи техники, мне честно говоря очень впадло ее ввести на магазин, хотя может быть это и имеет смысл. Тут можно в принципе с помощью мода Follow Me за один раз все нахрен увести и продать. А давайте так и сделаем, почему бы и нет, больше денег все-таки за это будет, я надеюсь, если будет не больше, то будет обидно. В общем-то поедем мы на Fiat, он у нас будет ведущей, скажем так, машиной, потому что он самый медленный, он всего лишь 25 км в час едет. Я случайно подключил мод WorkRPM, надо будет его отключить, меня бесит вот эта зеленая цифра, которая на худи. В общем-то выставляем его самым первым, поедем именно на нем. Ну а остальных пацанов ставим ехать за ним. Вот так вот, теперь мы можем сесть в наш Fiat, маленький, пока еще наш, и без труда добраться до магазина. Магазина. В общем-то пригнали мы сюда всю нашу технику и давайте заодно посмотрим сразу разницу в цене. 44 тысячи у нас стоит Fiat, если мы его продаем через магазин, через быструю продажу, точнее, сережку продаем. Fiat 52 тысячи, в принципе разница есть. На данном этапе, да, это дает себе знать. Все, техники нету, 333 тысячи она нам вся принесла прибыли и вот мы имеем, в общем-то, миллион триста для того, чтобы здесь стартануть. Начать нужно прежде всего, конечно же, с покупки участка. Цены на участки здесь довольно-таки большие и поэтому я очень долго думал, с чего же нам все-таки начинать. Все обычно начинают с ВАПа Агро, это биогаз, силос и все такое прочее. В принципе, можно. БГА у нас стоит 424 тысячи, плюс рядом есть за 726 тысяч лужайка. Мы, в принципе, вкладываемся в деньги, в аренду взять трактор, косилку и все будет норм. Но, ребята, начнем с полей. Биогаз у нас будет и силос чуть-чуть попозже. Для начала мы купим седьмое поле, седьмой участок. Он стоит 564 тысячи, поэтому давайте его сразу купим. И у нас остается 768 тысяч на технику. Что из техники нам нужно? Давайте начнем с самого простого. Во-первых, нам нужен плуг. Ну, это логично. Использовать мы будем мои любимые плуги Джумпа или Джимпа. Я не знаю, как правильно они называются. В общем-то, пока что самый маленький мы возьмем за 20 тысяч. 4,2 метра он шириной, поэтому покупаем его. Благо здесь регулярная спашка не так работает, как в 17 ферме. Здесь пахать нужно после определенных культур. Если мы все время будем сеять соевые бобы, то мы вообще не будем пахать. Только один раз самый первый. Спашка это такое себе удовольствие. Все мы прекрасно об этом знаем. Далее нам нужен культиватор. Культиваторы здесь распределены. Вот дисковые бороны, активные бороны, чизель-культиваторы и обычные культиваторы. Поле у нас в принципе небольшое. Не знаю, ладно, давайте сначала сейлку возьмем. Может быть тогда возьмем сейлку, которая не требует культивацию после себя. И все будет крутота. Мне приглянулось две штуки здесь. Вот это вот на 3 метра агромаст. И вот это старо на 3,6 метра. Но в ней очень маленький бункер. Она будет часто ездить заправляться. С другой стороны, я пока что удобрялки планирую все эти сейлки, пополнялки точнее всего этого дела, поставить рядом с полем. Поэтому, ладно. Или сразу с 6 метровой. Давайте сразу с 6 метровой начнем. Она не умеет удобрять, но у нее такой нормальный бункер. Она широкая и не нужен будет культиватор. Да, берем ее. 76 тысяч она стоит. Замечательно. И раз у нас нет удобрялки, то нам соответственно нужна удобрялка. Удобрялку мы возьмем самую маленькую, но мы все это дело расширим. И она у нас будет на 14 тысяч. 18 метров разброс. И поставим на нее узкие шины, чтобы не топтать урожай. 48 тысяч соответственно она нам обходится. Мы ее тоже покупаем. Плюс, друзья, в этой игре появились сорняки. Поэтому нам нужен полонник. Полонник берем самый простой на 9 метров. Или на 12 взять. Давайте, да, на 12 возьмем. Он не намного дороже стоит. Не намного больше требует лошадей. Так что добро пожаловать к нам в команду. Далее нам нужен прицеп для перевозки всего того, что мы будем собирать, сделать и так далее. И на первоначальном этапе, наверное, мы возьмем вот этот прицеп за 35 тысяч. Желтенький, джоскин. 31 куб он в себя вмещает. Все перевозит. Потому что я смотрю, тут есть прицеп, который вообще не все перевозит. А этот перевозит все. Поэтому, в общем-то, его тоже берем. Почему-то есть выбор колес, но не дает ничего пощелкать. Можно выбрать другой бренд. Но, ладно, это нам пока не надо. Деньгами разбрасывается тоже такое себе удовольствие. 35 тысяч, в общем-то, мы его берем. Ну и, конечно же, фуражный прицеп, который мы хорошо знаем по прошлой версии игры. ПТС 12 на 92 куба, который у нас собирает соломку, возит силы, стравку подбирает. Его мы тоже покупаем, благо стоит он копейки. Далее, друзья, мы перенесемся на базу. Точнее, там, где наше хранилище. Его сейчас не надо здесь покупать. Не знаю, как будет дальше. Вообще, разработчики обещают, что начиная со следующей версии карты, начинать новую игру, в общем-то, не обязательно. Будет, можно будет продолжать старую. Но все мы знаем, что все может сломаться. Но на данный момент, в общем-то, мы можем пользоваться этими хранилищами без проблем. Участок с этими хранилищами нам покупать не надо. Единственное, здесь не работает сейчас табло. Ведутся, типа, технические работы. Это очень зря, очень удобное табло было. Но вообще, зачем я сюда пришел? Я хочу поставить на эту территорию пополнялки семян, пополнялку удобрений, пополнялку извести. Чтобы мы записывали один маршрут с поля на эту базу. И он здесь разгружался, пополнялся. В общем-то, все делал. По одному маршруту. У меня стоит модовая такая же херня, как стояла в 17 ферме. Вы ее все прекрасно видели. Плюс мне вот скинули станцию погрузки извести. И еще buy all fruit seal. Короче, здесь можно пополнить все, что нам потребуется. То есть, нужна пшеница, можем здесь купить пшеницу. Пока что я эту штуку ставить нигде не буду. Надеюсь, она нам не понадобится даже. Но если что, у нас такая есть. В общем-то, нам нужна сюда пополнялка семян, пополнялка сухих удобрений, пополнялка извести. Но гербициды, надеюсь, что они нам не понадобятся. Надеюсь, будем успевать все полонникам делать. И, в общем-то, давайте куда-нибудь это все дело и поставим. Хорошо, друзья, мы будем строить такой же, как и строили в 17 ферме. То есть, заезжаем мы вот отсюда, проезжаем через бункер разгрузки через первый, второй, потом через третий, четвертый. Делаем вот такой вот кружок вокруг элеватора, там где все зерновое у нас добро хранится. Выгружаемся здесь и выезжаем через дальние вот эти вот ворота. Соответственно, на этом пути сейчас нужно поставить все это добро. Желательно подальше, конечно, друг от друга. Я думаю, что давайте-ка мы поставим это все дело, например, пополнялка семян у нас будет располагаться вот здесь. Ну, примерно по центру, в общем-то, я думаю, пойдет. Пополнялку удобрений можно, в принципе, пихнуть вот сюда. Хотя здесь неудобно будет проезжать. Давайте ее тоже где-нибудь вот здесь, например, поставим. Будем проезжать. Все равно нам сюда не надо заезжать. Здесь у нас пополняется все это дело. В смысле загрузка идет зерновых. Давайте поставим это все дело, например, вот сюда. И станцию погрузки извести мы пихнем, например, вот на выезде, вот сюда. Она же не будет здесь мешать, правильно? Может, даже вот сюда поближе, чтобы можно было к ней подобраться, чтобы не мешало. Вот так вот. Ну и вполне нормально она, кстати, здесь даже и смотрится. Это есть и у нас остается 491 тысяча. Далее нам нужно выбрать какой-нибудь комбайн и, в общем-то, блин, даже не знаю, что брать. У нас был вот этот Нью Холланд и что-то я пока склоняюсь купить именно его, но это неинтересно. Все остальное мы не можем себе позволить, потому что кроме комбайна нам нужно купить еще два трактора. Можно вот модового кейса взять. А почему бы и нет? Я не очень люблю модовую технику, на самом деле. Особенно, которая потом по курсплеиву будет работать. Тут вариант вот нова, которая RSM-ка или кейс. У кейса больше бункер, хотя он медленно, 20 км в час всего ездит. Хотя нова такая же. Ладно, посмотрим по жаткам. У RSM-ки 5 метров жатка будет, у кейса 4,3. Нет, берем 5-метрового Росельмаша, соответственно, берем к нему жатку 32, 32 тысячи денег она стоит. Покупаем ее и покупаем, соответственно, комбайн. Купить? Да. У нас остается 354 тысячи денег, 355 почти. И на эти деньги нам нужно купить 2 трактора. И покупать нам надо сразу что-либо из разряда больших тракторов, и на это у нас нету денег. Блин. Это, честно говоря, так себе. Но плуг вот у нас просит 240 лошадей, блин. И надо что-нибудь искать, что будет минимум 240 лошадей. Хотя бы примерно. В принципе, в средних тракторах тоже можно найти что-либо. Вон Джон Дир, например. О, нормально. Слушайте, 280. Джонни и Вальтер от Т-Серис тоже, в принципе, 210 пойдет. Туда можно еще и движку пихнуть помощнее. Хотя больше я, конечно, склоняюсь взять Джесси Бишку, которая быстро будет ездить. Ладно, давайте начнем с Джонни. 280 лошадей у него заявленная мощность. Двигатель на него пока что не будем ставить помощнее. Хотя потом имеет смысл это сделать. 229 тысяч он стоит. Покупаем, в общем-то, его. И остается 125 тысяч. Блин. Что можно купить за 125 тысяч? Маленького Джонни. Стару. В принципе, симпатичный тракторок, на самом деле. Можно взять кредит. Можно взять контракт. По сути, нам 50 тысяч нужно, чтобы Вальтеру взять. Я, друзья, решил взять кредит. Да, 50 тысяч мы берем кредит. Даже 55, чтобы у нас деньги хоть какие-то остались. Так что возвращаемся и берем Вальтеру. Хорошему бы еще и узкие шины на нее поставить для удобрялки. Ну, ладно. Кстати, насчет удобрялки, тут же же два удобрения идет, а не три. Поэтому сразу после уборки можно удобрить и сразу после посева. Да, нам утки шины, по сути, не нужны будут. Если что, там как-нибудь с арендой что-нибудь придумаем. Ладно. Может, тогда широкие шины пнуть? Почему бы и нет? А, ну и разумеется, она должна быть оранжевая. Это же Вальтера. 178800. Блин. Ладно, давайте возьмем ее. И все. Денег больше нет. Зато есть вот это все добро, которое нам понадобится. По сути дела, можем полностью начинать работу. Еще нужно все это дело, блин, перегнать на базу. Так впадло. Просто не передать. Кстати, да, я же не заглянул на наше поле. У нас, оказывается, здесь растут соевые бобы. Правда, урожая будет очень мало. Сами понимаете, здесь не вспахано известью. Сорняки, скорее всего, будут. Сорняки отсюда убирать можно только гербицидами уже будет. Потому что трохи созрело это все дело. Неудобрено. В общем-то, ладно. Я даже не хочу париться насчет этого урожая. Давайте просто включим перемотку времени. И я, друзья, чтобы вас не мучить, перегоню сюда всю нашу технику. Ну и, в общем-то, вот так вот это все дело у нас выглядит. Перегнал я все это дело сюда. У нас есть все, что нужно. Единственное, что я не смог поставить. Вот этот замечательный прицеп в боксы. Поскольку, почему-то в этой версии фермы нету блокировки вот этой вот поворотной оси передней. Причем не только на этом прицепе, на который вот этот дефолтный прицеп маленький. Я тоже кнопку такую не нашел. Походу, в 19-й ферме эту фичу убрали. И очень зря. Ну да ладно. В общем-то, он будет стоять там. Друзья, какой у нас, в общем-то, план развития на ближайшее время? Для начала нам нужно насобирать денег на керхер. И не на один. Я хочу поставить по одному у каждого вот этого вот. У каждой стенки, в общем-то. Как это я люблю делать, что припарковался. Здесь все смог помыть. Потому что технику мыть здесь уже надо будет. Если ее не мыть, у нее сильно повысится износ. Но, разумеется, чтобы не ездить к магазину ее ремонтировать, нужно сюда поставить автомастерскую. Потому что на карте вшитая на данный момент отсутствует. Я, кстати, не знаю, то, что так тяжело было сделать. Ну, то есть, я не шарю в картостроении. Но, по-моему, триггер мастерской, это, ну, доступная хреновина. В общем-то, здесь у нас раньше была мастерская. Можно было все делать. Сейчас нет. Поэтому нужно покупать магазинную. Вот такую за 28 тысяч. И у нас не хватает денег. Ну, понятно. Ну, и керхер, 4,5 тысячи. У меня тоже не хватает денег. В общем-то, в первую очередь, нам нужно все вот это вот сделать. Потом, друзья, мы купим зерновой сепаратор. Он довольно-таки мало стоит. Всего лишь 95 тысяч. И с помощью него можно будет чистить, скажем так, наше зерно, которое мы будем собирать. И продавать чуть-чуть подороже. Для примера возьмем пшеничку. Обычная пшеничка. Самая высокая цена 697 евриков. Если же мы найдем здесь очищенное зерно. По-моему, вот оно. То вот падающая цена 1950. То есть, короче, имеет смысл этим заниматься. Там с крусплеем что-нибудь придумаем. Я не знаю, как тут дела обстоят с автопогрузкой на производство. Как оно будет вообще загружаться, пополняться. Я пока не знаю. Ничего не тестировал, ребят. Извините, конечно. Вот. После всего этого дела мы уже тогда пустимся в биогаз. Для того, чтобы приобрести биогаз, нужно накопить дохрена денег. Поскольку, во-первых, сам биогаз у нас стоит 424 тысячи. Потом лужайку надо брать вот эту хотя бы. 720 тысяч и плюс. Набор техники для того, чтобы это все дело косить и трамбовать. Ну или же тюковщик, чтобы это все дело тюковать. Сразу продавать в тюках. Я еще не решил, как это делать. Может, тюковщика возьмем. Но это, ребят, это еще будет совсем не скоро. Так что план работы у нас такой. Ну а сейчас, кстати, у нас уже 6 вечера почти. И у нас созрело наше поле. Поэтому давайте-ка поставим его убираться. Наш новый вот этот вот замечательный комбайн. Сегодня ему надо будет немножко поработать. Сразу, ребята, говорю. Курсплей здесь вообще так себе работает. На него полагаться на 100% нельзя. Но, в общем-то, я думаю, он будет справляться с какими-то простейшими задачами. Генерируем, в общем-то, простенький маршрутик на нашем поле. Вот так вот он выглядит у нас. И, в принципе, можно запускать уборку. Да, урожая здесь будет очень немного. Вот, кстати, я не знаю. Может быть, можно со стартовой точки запустить. И он возьмет и сам опустит. Потому что в начальных версиях все было именно так. Ну-ка, давай-ка, друг. Да. Вот это, благо, пофиксили. И стало немножко поприятнее работать. А то он, знаете, в 17 ферме подъезжал на большой скорости к стартовой точке. Там пролетал мимо нее, останавливался. И потом опускал жатку. И только после этого начинал работу. В общем-то, этот пацаненок у нас работает. Ему часик. Блин, ну так уж и много, в принципе. На уборку всего этого дела. Пока техника такая. Поле не самое большое, но и не самое маленькое. В общем-то, пускай убирает. А нам тогда надо записать маршрут на вывоз всего этого дела на нашу базу. Для этого берем нашу Вальтру. На Вальтре будет кататься. Почему бы и нет? Я люблю Вальтру. Она такая оранжевая. Вся классная. И стартовать наш маршрут мы будем вот отсюда. Это точка, в которую доберется наш трактор из любой точки поля. Нажимаем начать запись маршрута. И, соответственно, едем на нашу базу. Потому что именно там все будет выгружаться. Там надо будет проехать по всем пунктам разгрузки. И проехать рядом со всеми пополнялками. В общем-то, поехали. И на этом, друзья, запись маршрута у нас прерывается. Мы его останавливаем и сохраняем. Сохраняем его как поле 0.7 база. Да, я знаю, что можно писать русскими буквами. Я очень не люблю и вам не рекомендую этого делать, на самом деле. В общем-то, работа с комбайнами у нас. И выбираем ему вручную комбайн 330. Ну и давай, друг, вперед. Ищу комбайн для работы. Все, увидел и поехал. 67% у него сейчас наполненность у комбайна. Да, здесь очень немного у нас урожая получается. Блин, как не хватает мода на мини-карту. Просто капец. Ребята, если вдруг появится, блин, можете меня заспамить просто, что появился мод, потому что я его жду капец как сильно. Но на самом деле не так давно появился на 17-ю ферму, если уж на то пошло. В общем, ладно, у нас убирается поле. Ну а мы, по сути дела, просто ждем. В общем-то, друзья, на этом будем заканчивать нашу пилотную серию. С этого поля у нас получилось в сумме 24 тысячи литров бобов. Прицеп один раз всего лишь съездил разгрузиться. И то уже после уборки поля. Планы у нас на будущее, в принципе, ясны. По крайней мере, на ближайшее будущее. Там уже будем смотреть, как и что. Так что, друзья, чтобы не пропустить следующей серии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте. Конечно же, чем больше лайков, тем быстрее следующая серия. Пишите свои комментарии, предлагайте ваши пути развития. Я же на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok